Следующий вопрос от Мими. Намаскарам, Садгуру. Последние несколько недель вы говорили о том, что нужно сделать свой дом замечательным домом, в котором можно жить. Однако дом совсем не мил для тех, кто является жертвой домашнего насилия и не может убежать куда-либо. Это мужчина жалуется или женщина? Мими. Мими. М-И-М-И. Похоже на женское имя. Звучит как женское имя. В Ливане число жертв увеличилось на 100% с марта 2019 года. И то же самое происходит во всём мире после того, как начался карантин. Как мы можем помочь им в это трудное время и что они могут сделать, чтобы пережить этот период? Домашнее насилие. Я думал, что вы мужчина, потому что в наши дни женщины более выносливы, чем мужчины. Так что я подумал, что это жалуется мужчина. Но, к несчастью, это женщина. Видите ли, это мы и пытаемся изменить. Это то, что пытается изменить весь мир. Потому что у женщины или человеческого существа женского пола есть определенные биологические обязанности с точки зрения того, чтобы принести всех нас в этот мир. из-за этого были определенные социальные ограничения, которые развивались в течение определенного периода времени. Этими ограничениями пользовались слишком жестко во многих обществах, почти во всех. не все, но это происходило почти везде. В некоторых местах это имело религиозную подоплеку, в некоторых местах просто по чему-то желанию. Отдельные люди всегда будут господствовать над женщиной и эксплуатировать ее. Я хочу, чтобы вы поняли, что это применимо не только к женщине. Отдельные люди склонны эксплуатировать любого, кто немного слабее их. Это происходило и раньше. К счастью, сейчас это снизилось. Но даже когда мы росли, каждый день, в школе можно было схлопотать то за одно, то за другое. Почти каждый день. Почему вы бьете ребенка? Просто потому, что он меньше вас. Есть даже поговорка «Розги пожалеешь, ребенка испортишь». Что-то в таком духе. Так что вы бьете ребенка не потому, что знаете лучше него. Вы бьете ребенка не потому, что вы развитый человек, а он нет. И тем самым вы собираетесь ускорить его эволюцию розгами. Просто он меньше вас. Почему вы не бьете детей, когда они вырастают? Потому что теперь вы знаете последствия. Точно так же. Такие люди не обязательно бьют кого-то, потому, что это женщина. Они бьют их, потому что те физически слабее по сравнению с мужчиной, чуть меньше его и, как правило, чуть слабее. Такая эксплуатация любого, кто слабее тебя, будь то физически, или финансово, или в социальном плане, если вы немного слабее, вас будут притеснять. когда-то я был на одном мероприятии в Маланаду, недалеко от Шевмаги, в западных катах. там есть один лагерь. Это было очень давно. Было какое-то небольшое мероприятие по йоге, и они хотели, чтобы я провел один день с ними. И я поехал. Естественно, в то время я всегда ездил на мотоцикле. Так я туда и отправился. В те дни 250-кубовый однотактный мотоцикл был внушительным транспортным средством. Теперь, когда я паркую его рядом с тем мотоциклом, который у меня сегодня, становится смешно. Но тогда это был впечатляющий мотоцикл. Это было самое быстрое средство передвижения на дороге. Так что я поехал туда. Там были другие люди, которые служили в том месте. Был такой небольшой мопед. Луна. Луна-кинетик. И на этом мопеде один парень поехал куда-то далеко покупать овощи. Выезжал из этих джунглей. А потом, когда он ехал обратно со всеми этими сумками, какой-то грузовик столкнул его с дороги. Он упал и получил небольшие повреждения. Ничего страшного, кости остались целы, но кое-где содралась кожа. Он вернулся и рассказал, что случилось, и добавил, что это из-за того, что у него не было достаточной мощности. Его вот так толкнули, что, мол, на дороге нужно обладать мощью. Я сказал, не только на дороге, но и где угодно. Если у тебя нет мощи, тебя будет толкать буквально каждый. К сожалению, мир стал таким. вот почему очень важно духовное пространство, где людей определяет не их сила, определяет не их физическая или финансовая сила или что-то в этом роде. А людей ценят именно за то, что они из себя представляют. Нам нужно построить именно такое общество. Что касается домашнего насилия, я знаю, что многие люди пытаются решить эту проблему, как будто это проблема только между мужчиной и женщиной. Это не проблема мужчины и женщины. Это проблема мужчины и чего бы то ни было. Все, что слабее вас, если оно очень маленькое, вы начнете его притеснять. Если не совсем маленькое, будете бросать в него камни. А если достаточно большое, берете палку и бьете его. И так со всеми. Почему люди просто стреляют во все, что им попадается на глаза? В диких животных и так далее. Не всегда, чтобы прокормиться. Если бы им приходилось стрелять просто, чтобы прокормиться, чтобы выжить, это другое дело. В большинстве случаев животных стреляют просто ради удовольствия, потому что те не могут выстрелить в ответ. Вы стреляете в буйвола, потому что он не может выстрелить в ответ. Вы бьете ребенка, потому что он не может ударить в ответ. Вы бьете женщину, потому что она не может ответить. так происходит везде. Но сегодня у женщин есть выбор. Пришло время сделать этот выбор. Мы не можем исправить все сию же минуту. Но для всех вас, у кого есть дети, расширение прав и возможностей девочек в вашем доме — это самое главное. Расширение прав и возможностей не означает, что с завтрашнего дня она должна начать господствовать. Расширение возможностей заключается в том, что вам самим не следует господствовать ни над кем. Вот что такое расширение возможностей. Быть человеком — это настоящая возможность. И если я просто сижу здесь, я чувствую себя прекрасно наедине с собой, мне не нужно иметь 10 человек у себя в подчинении, чтобы чувствовать себя прекрасно. Это и есть возможность. Такое расширение возможностей должно произойти. Это значит, что вы должны обращать внимание на духовную составляющую и весь мир тоже. Духовный процесс не означает, что нужно смотреть вверх, смотреть вниз, нужно обратиться внутрь себя и соприкоснуться с истинной сущностью того, кем мы являемся. Если мы не прикоснемся к этому, мы ничем не будем отличаться от всех остальных животных. Однажды лев разгуливал по лесу, пребывая в таком настроении, как тот мужчина, который бьет свою жену. Его немного раздувал от гордости. Он увидел лесу, поймал ее и спросил, «Эй ты, кто король в лесу?» «Вы знаете, лис». Она ответила, «О, мой повелитель, ты не только король в лесу, ты король вселенной». Он почувствовал себя еще важнее, сильно возгордился и продолжил расхаживать по лесу. Потом он увидел леопарда, поймал его и спросил, «Кто король леса?» «Тот затрясся, ведь он не читальву». Он ответил, «Ты определенно король леса, иначе и быть не может. «Если бы у меня было два варианта, это были бы ты и ты». Тогда лев почувствовал себя просто потрясающе. Даже леопард дрожит перед ним. И он вышел на небольшую, открытую местность. Там он увидел огромного слона и прорычал, «Кто король леса?» Слон, не говоря ни слова, схватил его своим хоботом и бросил об землю. Потирая ушибленную спину, лев произнес, «Мог бы просто сказать». Слон ответил, «Я хотел удостовериться, что до тебя дойдет». Так что проблема в том, что если кто-то хоть немного слабее вас физически, финансово, в социальном или политическом плане, вам хочется притеснять их. И это сравни животной природе. Это нормально в животном мире, но неприемлемо для людей. Редактор субтитров А.Семкин